На самом деле это не фон, да, не боитесь просто Люди же покупаются как раз на Вячеславе, на Эггасе Олег, ты читаешь? Я читаю не политику Сейчас надо почитать ее, да? Да, 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 конечно То есть вы хотите Давай, пожалуйста, посадимся Для ценности Списка 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 Вот это вот, это как, это какой, третий, здесь, а это такой, то есть в расчет вот это вот, то есть в расчетах вот А осознанность... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И без отрицания чего-либо здесь дополнить Этика это равновесие, соблюдение равновесия То есть ты дополняешь и создаешь равновесие Было одно, то же равновесие, то же состояние равновесия Ты допомнил и создал планету Как это как трактал Из равновесия в равновесие Вселенная во Вселенной Матрешка Русская матрешка Это вот вы живете в мире Что вот это такое? Назовите просто Памятник Памятник А вот это вот что такое? Рока А вот это вот что такое? Нога Вы живете в мире Имен, которым научила ваша мама Вы живете в маме Вы живете в материи Вы живете в материи Вы живете в маме? В мамины матрешки И так далее А что такое этика? А этика это равновесие? Все Гармония Ну это дополнительные Вот здесь есть 5 пунктов Вот здесь не хватает 6-го На мой взгляд Мне бы хотелось бы дополнить Уважительно к этому Ко всему 6-й И 6-й это получается Как бы вот если нам нарисовать 6 Есть чем нарисовать? Вот мы нарисовали 6 Для вас это что? 6-я Какое? 9 или 6? Вы нарисовали 6 Для меня это будет 9 А если взять зеркало Зеркало Совместить эту штуку То получится знак равновесия Равновесие Это этика Ну, не амя Из области абстракции Можем перейти в более конкретный пример? Чтобы на более конкретных примерах Понять что такое этика Это то, что вот Мы сегодня делали у Ярослава Чем мы занимались? Это же Вы режиссер Вот этого всего И вы определяли Ну как бы вот С вас Определением Без коллектив Все люди Принимающие И следящие за этим экспериментом Потому что это был эксперимент И вы были Герои Эксперимента Вы должны были Дать какое-то определение Вот что это такое? Дать название Дать Это тоже этика? Тоже этика Этика Вот Вы сами дали определение Этики Классно? Этика и равновесие Этика и равновесие Хорошо Еще одно определение Этики От нашего героя Олега Басыргина Басыргина Спасибо Спасибо Басыргина 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 Этика Что такое этика? Здесь Мы выходили по пирсу То есть Княжна Здесь дух Княжны Здесь дух Нахимова Здесь Отдухотворенность Вот Всего того что здесь есть Здесь собираются ребята И Делают проекты Хозяйственные модели Каких-то Ну каких-то инновационных центров Вот на втором этаже Да? То есть А этика Вникнуть в это Как вот Этично Рядом То есть Встать рядышком Посмотреть Наблюдать Суперпозиции Квантовая физика Этика Это квантовая физика Вот мы пришли к квантовой физике Да? Тоже этика Этика Создать ребятам Полезную модель Получшего Искусственного Ростока Как Хозяйственную модель Получить Исключительные права И построить И поплыть И это Поселение То есть Это Общественное поселение Какое общественное поселение? Ну что Что то такое Это же инновационный центр Да? То есть Здесь Научную площадку Инновационный центр Полезная модель Искусственный Плавучий остров А чем Она может отличаться? Она может отличаться Каким-то Там Каким-то устройством Вот Техническим То есть Это должен быть Какой-то Уровень Полезной модели Это полезная модель Это исключительно Имущественные права Вот Это новое техническое решение Это юридическая формула На нового технического решения Что-то сказали Это контент Этот контент Записался сейчас На камеру Он Находится на материальном носителе Это уже Капитал Вы оцениваете И капитал Вы образуете А если Вы вводите сюда Еще и государство То есть Дарите часть А это исключительные права Дарите часть государству Просто возьмите Берете Детский дом Ну как бы Детский дом Это дети Это следующее поколение Вы Организуя Инновационный центр Уникальный Который На своем собственном Искусственном Плавучем острове На технические штуки Которая плавает Куда захочет На морской А это морская Это несколько гитаров И Беря на себя ответственность Берете Детский дом Это следующее поколение И даете ему Образование Это передача ценностей Это воспитание Это Ну как бы Наивысшая Точка Этики Ну Продолжение Этики Этики Создание Создание Небу политики А что такое личные Этики Личные Равновесие Баланс Все в балансе Да Баланс Светлых сил Есть Очень хороший вопрос Вот Здесь Руна Здесь Нет ни черного Ни белого Здесь Вот Когда смотришь на нее Я например на вас Я вижу синюю Красивую Рубашку Там Загорелое Тело Джинсы То есть Я вижу Разные цвета Радуги Здесь нет ни черного Ни белого Некоторые видят Здесь серость Ну Это Дальтоники То есть Вот Это Равновесие Это Этика Это Эволюция Иньянь Это Устройство Которое Поднято Этично Этично Поднято Из Плоскости Из плоскости Мышления Из двоечного Кода Да Нет Это Устройство Это Исключительные Права Это Сувенир То есть Ключ к этике Ключ к этике А вот Видишь в тебе Это Ты его нашел Вот Ты нашел Кто-то еще К нереальности Вы Режиссер Сегодня У нас же есть Мы сегодня Снимали материал Вот Этика Баланс Делали Равновесие В своем Пространстве Мы Что Сегодня Сделали Асимметрию Витков Что Как Структурировали Третье состояние Полушарий Полушарий То есть Это Что Это Вопрос Мне очень интересно Это Это Интересно Перекладывать Духовные Модели На материальный мир И Пытаться Пытаться Понять Духовный мир С помощью Материальных Моделей Вот Мы Как раз Сегодня Этим Пытаемся Заниматься Этика Это Созидание В противовес Тому Разрушению Которое Существует В мире Мы Созидание В этом Тоже Есть Этика Участвовать В этом Процессе А Ярослав Рассказал Что Ну Покажись Ты тоже Уже Участник А Ярослав Рассказал Ключ Генетический Ключ Для Нашей Генной Памяти Вот Что ты об этом и знаешь Ну Хотя бы чуть-чуть О чем О генной памяти Что такое генная память Да Генной памяти Что Проживающие На той территории Где мы с вами Находимся Почему-то Не могут испытать Полное блаженство Если чувствовать Что где-то что-то не так Вот это и есть Зов крови Ну есть такое Модельное подозрение Поэтому Ты что Прикладываешь усилия Чтобы Ну Было везде хорошо А вот это Что такое хорошо Это у всех разное И для этого Мы и делаем Это кино Чтобы выявить И Прекратить убивать В конце концов Друг друга Уж не говоря о планете Этично ли убивать Кто скажет сразу Нет А если ты защищаешь Скажут Да Значит надо убрать Предпосылки Которые Почему мы так все ведем Мы не разумные существа Наша задача Стать разумными Хорошо Спасибо Спасибо У меня есть еще коллега Вопросы Перейдем к более конкретным вопросам Что для вас Олег Является честь Что для вас честь Что для вас совесть Ну Ну совесть Для совести Я дал определение Уже несколько лет Это когда я ехал На Крымское наводнение Был ЧС Мы ездили туда волонтерами Лагерь добрый Оппозиционный Ну как бы Не все туда приехали С какими-то убеждениями Многие приехали По совести Совесть Это коллективная весть Со Это множественность А весть Это есть некая новость То есть А Коллективное сознание людей Попадает В свою материализацию Конец света Да То есть наводнение А то где произошло наводнение Оно в народе называется Ведьминой чашей То есть Оно периодически заливает Но люди Которые туда Ехали Они ехали по зову Зов совести То есть Это некая Мыслеформа Людей Которые взывают О помощи Эти люди Слышат это Это как телепатия Телепатические То есть Ты это чувствуешь Оно тебя зовет Это и есть Это и есть совесть Да Вот это ощущение Это и есть совесть И тогда у людей Которых Пробуждена совесть Мы называем их Актичными людьми Ну безусловно Дополняю Это Оно дополняет Друг друга Оно как бы Синтезирует И И В то же время Рождает третье состояние То есть Оно Не делится А размножается Множится То есть Клетка у нас В организме Делится Или множится Вопрос К режиссеру Клетка у нас делится Клетка у нас множится Клетка у нас множится Множится Покажи Там темно Сейчас Олег с тобой идет интервью Как дополнение Олег интервью с тобой идет Хорошо Мы понимаем Что этичный человек Это Человек Который Живет По определенным Принципам Есть Такие Принципы У вас В которых Вы живете И Относительно которых Вы считаете себя Этичным человеком А других Неэтичным Эти принципы Я могу подсказать И у нас есть Документ Наши Внутренние этики Где мы попытались Как раз таки Согласовать Наше общее мировоззрение Ссылаясь На признанных Мировых авторитетов Вопросы Как раз Вот можно так вот оставить Крупный А крупный Клан Один Что это Ценности Ценности Честь Совесть Правда Право Свобода Ответственность Служение И Патриотизм Этика И Культура Вот Что мы делаем Мы их делим Или Мы их умножим Вопрос к режиссеру Хороший вопрос Что же мы с этим делаем Мы Наверное с этим ничего не делаем Мы Просто живем По этим принципам А Если мы по ним живем То у нас все работает Если мы выходим За рамки этих принципов У нас Все начинает развиваться Поэтому Множится Они Или Размножаются Или делятся Или делятся Вопрос Спорный Мне кажется Мне кажется Принцип Если он есть Он работает То Он сам по себе Уже принцип И он самодостаточный И Вот этот вопрос Тоже хотелось бы Понять Прояснить Он для меня тоже Пока является Белым пятном Я тоже не понимаю Этика Это как Некая математическая Величина Которую мы можем Измерить Она будет увеличиваться В массе В объеме Или Этика Это все-таки Нечто другое Нематериальное Не то Что мы можем измерить Какими-то рамками Оставаясь только в рамках Каких-нибудь Абстракций Но можно эту абстракцию Как раз таки взять И перевести В более конкретные термины Например Свобода и ответственность Хотя это тоже абстракция Но эту абстракцию Мы тоже можем Дробить 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 И дойти До тех Первых принципов Если у нас Ты когда дробишь Получаешь Две составные части Изначально Можно и так сказать Они в равновесии Ну что Должны быть в равновесии Ну вот Честь и Солнце Честь и Солнце Правду и право Правду Свободу и ответственность Движение Патриархизма Этика и культура Все в равновесии Мне здесь кажется Что первое Переходит во второе То есть сначала у нас Появляется свобода И только потом Появляется чувство Ответственности Пока человек Не испытает свободы Он не сможет испытать По-настоящему Что какую ответственность Он должен как бы Освободиться Чтобы уже заново Ощутить Что это тяжесть Или это Время Или Это для кого-то Время Ответственность Для кого-то Это Другой взгляд На мир Другие способности Если мы возьмем Бога То вся полнота Ответственности На Бога Вся на нем Ответственность Вся Тотой Тотой Он создал Он создатель Он создатель Хотя он нам дал Свободу воли И вот только тот Человек Который сможет Воспользоваться Свободой И волей Уже сможет Брать на себя Ответственность Он ее забирает На время Ответственность На время Использует Эту ответственность На благо Других Я так вижу Что одно Переходит в другое Мы В своем развитии Идем к этике Мы как бы Я не думаю Что мы все Рождаемся с этими Мне кажется Дети Дети Не задаются Это не Я не думаю Что это является Вообще В прошивке человека Именно Этичные ли дети Есть ли понятие Такое у детей Этика Когда мой сын Берет кошку И отрывает Или хвост Из любопытства Это этично Но с точки зрения Взрослого Может быть Это не этично А с точки зрения Ребенка Это может быть Этично Это познавательно И оттолкнувшись От боли Животного Мира Он Осознает Что Боль не надо Причинать Мы Может Экспериментируем Затем Пока Сами для себя Не определяем Что есть свет Что есть добро Что есть хорошо Что есть плохо Если взять Например Войну Война это хорошо Или война это плохо И Раскидать войну По истории Посмотреть Как люди Относились к войне Раньше Как они относятся к войне Сейчас Если раньше Война для людей Это был вызов Вызов Духа Это Кидать Вызов смерти Что смерть Я тебя не боюсь Поэтому я буду героем До последнего момента Тогда это был вызов В полном осознании Уйти из этого И что если война сейчас Все меняется И мне кажется Вот как раз таки Этика Это как некое Внутреннее Внутренний баланс Да Который человек должен Сам в себе найти Сам себя Выкрасть Ублизовать Но все равно Этика Она настроена На каких-то принципах Потому что Если мы видим Двух людей Один этично А другой неэтично Это два разных человека Они даже внешне будут Отличиваться друг от друга Вот этими вопросами Вот этими принципами На которых Жиждится Личная этика Мы хотим построить Общую этику И вывести ее вперед В случае встречи с неприятелем Да что мы читаем Нахимов Павел Стефанович Можно показать В случае встречи с неприятелем Превышающим нас в силах Я атакую его Будучи совершенно уверен Что каждый из нас Сделает свое дело Нахимов А можно Можно ли назвать Этичным Победить войну Понимание Победить В войну В войну Не в войне А в войну Победить войну Этично Вот Победить войну Этично Вот Вот Что такое Этика Это Победить войну Это Хорошая Определенность Победить Конфликт Да Наверное В первую 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 победить конфликт победа над конфликт и опять-таки прийти в равновесие с ним причем дополнить все то же самое все что уже сказано еще дополнить тоже этично то есть этика это еще и дополнение дополнить этично завершаем на этом но мы на сегодня прекрасно побеседовали поняли увидели как и что спасибо дорогие телезрители сегодня у нас был еще мнение по поводу этики поэтому приглашаем всех заинтересованных высокоэтичных людей в нашу студию ярослав старухин основатель проекта глобальная волна режиссер с автор и ведущий циклов передать ну и конечно же с вами владимир очень интересно беседуем дорогие друзья об этики о нравственности стоп-снят тушим свет ярослав хорошо